Продолжаем выпуск. В нашем регионе в полном режиме начал работать новый информационный ресурс, созданный специально к 70-летию победы в Сталинградской битве. На сайте, который так и называется «Сталинград-70», собраны самые разные данные, от информации об участниках битвы до перечня праздничных мероприятий, запланированных на территории области. С презентации сайта, которая прошла сегодня в региональном правительстве, репортаж Натальи Стеганцевой. В канун очередного юбилея победы в Сталинградской битве в регионе был создан сайт, призванный максимально полно информировать любого пользователя всемирной паутины о людях, событиях и мероприятиях, проходящих в регионе и посвященных памятной дате. Найти новый информационный портал очень просто – адрес говорящий www.stalingrad70.ru Мы ожидаем приезд большого количества гостей, мы ожидаем, что будут присутствовать первые люди нашего государства. Сегодня мы, что называется, во всеоружии. И мы должны во всеоружии быть представлены, в том числе и в виртуальном пространстве. Разработчики сайта уверяют – это живой, подвижный организм. В нем 9 разделов, в которые включают в себя справочную информацию, очерки об участниках Сталинградской битвы, есть лента новостей, богатый фотоархив, размещены интерактивные карты Великого Сражения и анонсы мероприятий, проводимых как в Волгограде, так и в самых дальних селах региона. Мы хотели бы взять такую возможность, площадку информационную, для того, чтобы все могли сказать, сказать о том, как на территории Красного Сражения, что делается. Кроме того, на сайте размещена информация о проектах, нацеленных на поддержку и оказание адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны. В пробном режиме сайт начал работать 19 ноября, в день начала контрнаступления советских войск под Сталинградом. Сейчас его посещает до 7 тысяч человек в день. В правительстве региона обещают, что сайт будет активен и после завершения основных торжеств, посвященных юбилейной дате. Наталья Стеганцева, Андрей Истомин, телекомпания «Ахтуба».